Итак, я их запишу. Первое, самое важное, первое значение. Я его выделю отдельно. Состояние. Внимание. Наблюдение. Вот эта вот вещь, я бы ее объединила и давала под пунктом два. То есть всего два пункта, грубо говоря. Те вещи, которые определяют у человека наличие просто случайных совпадений, которые выдают ему классный результат. И те вещи, которые обеспечивают ему, как говорят, гребень волной удачи. Что такое гребень волной удачи? Вот это то состояние, когда душа довольна тем, как она играет. Вот эта ходилка и стрелялка. Эта ходилка и стрелялка отрабатывают ее задачу. Приносит ей много осознаний, много бонусов, много очков. Душа ловит кайф. И она рада, что все происходит гармонично. Да, это происходит. Я сейчас буду говорить абсолютно бездоказательные вещи с точки зрения науки. Ну, кто-то из вас может поверить на слово, может не верить. Если захотите углубиться и увидеть это сами, можно самостоятельно, можно при помощи шамана. Все люди имеют примерно, ну, туда или сюда одинаковые тела, одинаковые устройства. И они могут прожить, в принципе, любой из трансперсональных опытов. И во многих вещах убедиться самостоятельно. Так вот, если погрузиться в очень глубокое измененное состояние сознания, когда вы воспринимаете мир с позиции души, еще картина мира не создана, а предназначение или замысел уже есть. Зачем душа идет играть в этот мир? Можете поверьте на себя, можете провериться. То есть, когда говорят люди, что они не знают, что такое предназначение и так далее, я им охотно верю. Потому что, наверное, определить предназначение человека, взять его, человек приходит и сказать ему, тебе предназначено заниматься тем-то и тем-то в жизни, да? Это крайне сложно. Наверное, одна из самых крайних, крайне сложных задач. Потому что даже в этом состоянии, ты знаешь, что у тебя есть замысел, с которым ты идешь играть. Потому что ты смотришь на мир с позиции души, но ты не знаешь этого замысла. Это фишка игры. Поэтому определить его. Есть разные практики на определение предназначения. Я вам предлагала сделать 100 глаголов. Я считаю эту практику самой эффективной, самой классной. и самой рациональной, и самой быстрой по времени. Те, кто делал, могут делать. Если не знаете, могу с удовольствием познакомиться с этой практикой. То есть реально везде про нее рассказываю. Говорю, что все равно это самоанализ. Это самоанализ, чем заниматься. Есть вспомогательные признаки по предназначению. То, что помогает вам понять, что вы занимаетесь тем, чем надо. Тем, чем вам признаки предназначены. Вы ловите кайф от того, что вы делаете. Вы можете работать и заниматься этим же бесплатно по 20 часов в сутки. Если вы готовы, то, чем вы занимаетесь в жизни, делать 20 часов в сутки бесплатно, это ваше предназначение. То есть вы этим живете. Предназначение, понимаете, предназначение это то, что вы будете делать. Заниматься чем, да? А каким образом вы делать не успелось это? Если вы это будете делать на найме, то вам, наверное, будет сложнее. Почему найме? Они самостоятельные на себя. Потому что, наверное, не хватило каких-то определенных драйверов на то, чтобы выйти. Ну, команда нужна. Команда. Ну, вот и внутри. Надо поддержка, надо еще кто-то, надо это, надо это. Но ведь есть состояние, надо, чтобы кто-то сделал. И есть состояние, я могу. И, соответственно, в эти состояния вкладываются разные драйвера. Если есть... Я, например, в таком случае предлагаю человеку подумать, поработать над собой над тем, как сделать, если он на наемном бизнесе сейчас, и ему это очень нравится, да, вот это дело, как сделать свое точно такое же, но чуть-чуть лучше модернизирование, чуть-чуть его улучшить, чуть-чуть модернизировать. Ну, либо же в него внести какие-то совсем новые деяния, которых еще нет на рынке. И в таком случае это сделать со старта со своего. Почему со старта со своего? Потому что ключевая ответственность. Когда вы работаете сами, когда вы работаете на себя, то вы берете в 100% ответственность на себя. Тогда не надо пенять. И тогда есть очень тонкие моменты реформирования реальности, так называемые точки бифуркации, когда человек подходит, и от того, как он поступит, очень тонкий момент зависит развитие событий на ту или иную линию жизни он перейдет. Так вот в этих точках, если вы соскочили с ответственности, то Вселенная идет сюда и не сюда, да? То есть, как бы, план развития событий. Во Вселенной механизм ответственности один из ключевых, и он держит очень-очень многие вещи в формировании реальности. Нам кажется, что, ой, никто не заметил, а на самом деле замечающий-то в нас, и от него-то скрыть-то по факту ничего невозможно. И вот это вот чуть-чуть внутри где-то, ой, скосячил и вот соскочил. А на самом деле соскочил на другой вариант развития событий. А в этом варианте развития событий уже не предусмотрены те бонусы, которые могли бы быть, да? В качестве случайностей, совпадений, везений, еще чего-то. Если вы включаетесь в игру по полной, да, и рассчитываете на бонусы по полной, эти бонусы даются за что? За наработку, за большую наработку, да? За что это? Вот это за что-то человек нарабатывает. А нарабатывает когда? Когда он занимается своим делом в любви и в радости, да? Когда он просто валит и ловит кайф от того, чем он занимается, он берет ответственность на себя, за кто-то, чем он занимается. Это вот касательно предназначения, да? А второй пункт, который я объединила вместе, это состояние внимания и наблюдения. Вот этот вот пункт имеет смысл вообще поменять места. Потому что если предназначение человек не знает, и он вот сейчас в каких-то условиях, например, идет не по своему жизненному пути, не по своему сценарию, да? Как это было, опять-таки, я всегда привожу свой опыт, как это было в мой опыт. Вот я там занималась автобизнесом и валила-валила-валила, достигла какой-то реализации. И потом все, я не знала, что делать дальше, да? А вот. И вот в таких вот тупиковых точках надо, чтобы, ну вот глобальный переход на то, чем я сейчас занимаюсь, в уме у рационального человека нормально не укладывается. Вот. Жизнь подбросит вариант, как перейти на другие рейсы. Ну, ведь вот эти вот состояния, работа с состоянием, с вниманием и с наблюдением. Что это дает? Вот три слова, да, ключевые. Это называется жизнь в трассе. Ну вот вы сами подумайте, да? Состояние. Состояние от любви выше. Мы всегда равняемся на любовь. Почему любовь? Потому что только от нее начинается доступ к информации. Только с любви начинается, по сути, человек. Вот на нейтральном уровне, там где-то чуть-чуть ниже любви, заканчивается животное, начинается человек. Вот. Можете посмотреть. Шкала Хокинса. Очень интересная штука. Очень красноречивая. Вот просто, когда смотришь, понимаешь, шкала Хокинса. Когда вы начинаете отслеживать свое состояние, когда вы смотрите, следите с позицией наблюдения за тем, куда же вы прикладываете свое внимание, зачем вы туда прикладываете, вы сами понимаете, что вы не можете уже быть в активном батареи. Вы будете в альфа-ритме или в тета-ритме. Все равно уходите в режим троможения. Это режим троможения, это транс. Редактор субтитров А.Семкин